Характер вашей жизни определит то, работает ли ваш интеллект на вас или против вас. Я могу научить вас одному простому процессу. Просто выполняйте его. А жизнь кардинально изменится. У вас будет доступ к такому разуму, который вы даже не могли себе представить. Сегодня современная наука признает, что есть нечто, называемое разумом Акаша. То есть пространство, пустое пространство обладает определенным разумом. Будет ли этот интеллект работать на вас или против вас, определит природу вашей жизни. Являетесь ли вы благословенной жизнью или же напуганной и сбитой с толку до конца своей жизни. Просто зависит от того, как разум Акаша ведет себя внутри вас. Люди попадают в неприятности безо всякой причины, не так ли? А некоторые люди, кажется, благословлены всем. И это не без причины. Это ваша способность, сознательно или бессознательно, быть в состоянии взаимодействия с гораздо большим разумом. Когда я говорю Акаш, или пространство, пятый элемент, не совсем верно называть его пятым элементом, потому что это самый основной элемент. Остальные четыре просто играют поверх него. Акаш, или пространство, является фундаментальным элементом. Именно на нем играют остальные четыре. Мы сидим здесь, на этой круглой планете. И вы знаете, что она вращается. Земля вращается, Солнечная система, все. Я хочу, чтобы вы знали, что все это поддерживается только благодаря Акашу. Вы сидите на своем месте не из-за себя, не потому, что у вас есть зад. Чтобы сидеть. Вы сидите на своем месте только потому, что Акаш удерживает вас на месте. Не так ли? Да или нет? Думаете, все дело в ягодицах? Это не ваши ягодицы. Это Акаш удерживает вас на месте. Именно Акаш удерживает эту Землю. Акаш удерживает Солнечную систему. Акаш удерживает эту галактику. Это Акаш удерживает весь космос. И безо всяких веревок. Просто посмотрите. Просто так. Просто держится вот так. Не так ли? Итак, если вы знаете, как сделать так, чтобы он содействовал вам, Акаш, если вы знаете, как привлечь Акаш в вашу жизнь, она будет благословенна. Я научу вас одному простому методу, который половина из вас, конечно, не будет делать. Сделайте вот что. После восхода, до того, как Солнце пересечет угол 30 градусов, 30 градусов — это где-то так. Когда Солнце пересечет угол в 30 градусов, посмотрите на небо и склонитесь перед ним. За то, что оно вас удерживает. После пересечения 30 градусов, где-то в течение дня, в любое время, посмотрите вверх и снова склонитесь. После захода Солнца еще раз посмотрите вверх и поклонитесь. Никакому то боку, просто пустому пространству, которое сегодня удерживает вас на месте. Просто сделайте это, и ваша жизнь сильно изменится. Вы заметили, что даже Тенбулкар смотрит вверх? И вы наверняка замечали, что это касается не только Него. С древних времен, когда человек достигал чего-то в войне, в моменты успеха, потому что присутствует такое осознание. Возможно, некоторые из них ищут там Бога. Но большинство, если кто-то взберется на вершину Эвереста, это придет естественным образом. Замечали такое? Будь то Бхавас Пандана или Самьяма, замечали ли вы, что когда вы достигаете пикового переживания, ваше тело физически, вы можете даже не осознавать этого, но в благодарности оно становится таким, потому что где-то есть признание, разум, который распознает это. Делайте это осознанно, три раза в день. Если это измерение будет способствовать вам, жизнь будет проходить волшебным образом. Интеллект, который вы даже не могли себе представить, станет вашим, потому что разум, который находится за пределами вашего понимания, сейчас функционирует прямо здесь, не так ли? Разве он не функционирует? Это тот разум, который удерживает весь космос. Это тот разум, который является лоном для творения. Именно в утробе этого разума происходит все творение. И для вас доступ к нему не закрыт. Доступ не заблокирован. Просто вы никогда не смотрели в эту сторону. Вы настолько поглощены маленькой природой того, кем вы являетесь. Ваше тело, мысли, эмоции, гормоны настолько захватили вас, что вы никогда не смотрите вверх. Никогда не уделяйте внимания чему-то за пределами, потому что эти мелочи захватили вас. Именно это мы называем иллюзией. Это и есть. Майя. Дело не в том, что мироздания не существует. Майя не в этом. Просто когда происходит что-то настолько феноменальное, фантастическое и огромное, эти мелочи заставляют вас быть занятыми, вовлеченными, и они заставляют вас чувствовать, что это более реально, чем все остальное. Вот иллюзия. Все это происходит сегодня во Вселенной. Так много фантастических вещей происходит абсолютно чудесными и фантастическими способами. Но один маленький червячок мысли ползет в голове, и это поглощает вас полностью. Да или нет? Это иллюзия, понимаете? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok